Нет, я не считаю себя предателем. То есть, я только рассказала одну правду об этом, для того, чтобы как-то с этим побороться. Я не считаю себя предателем. Очень хорошо помню момент, когда мне было 14 лет, и я смотрела по телевизору Олимпийские игры. Была очень горда за то, что российские спортсмены занимают первые места, выигрывают медали. Ну, не просто люди, это как боги. И зимой в 2007 году первый раз мне тренер сделал укол тестостерона. Я очень боялась, что приедет допинг-инфекция, нас протестируют, потому что в тот момент я не знала, как все это работает. То, что там руководство прикрывает спортсменов, что им можно употреблять. Даже если тебя поймали, то тебя не дисквалифицируют, если у твоего тренера есть связи. Ну, вот после этого меня отдали на подготовку к Португалову. То есть он мне сказал, что я могу грязно бежать на чемпионате России. То есть я как бы сидела, и у меня такие глаза, как грязные, там же топик контроль, меня же возьмут. И он мне сказал, что ты не волнуйся. Потом мы с ним просто катались в машине, разговаривали. Как бы он говорит о том, ну как бы там без допинга, ну что-то такое. Мы встали разговоры, и я думаю, о чем он говорит? Какой без допинга? Я говорю, у нас в России вообще-то все спортсмены бегают на допинге. Я говорю, а Русада помогает прикрывать. То есть получается, ну как бы такой пинок, и тут получается у меня есть выбор. И у меня появляется второй шанс. То есть либо возвращаться в эту систему и просто лгут и лгут. Либо же попробовать другой правильный путь. Для меня было важно, чтобы человек подтвердил существование системы в России применения допинга. То есть чтобы он сказал, да, там у нас в России вот все используют то, что руководство прикрывает, да, я об этом знаю, да, все об этом знают. То есть вот это было для меня главное. Ну да, тяжело слышать о том, что в твоей родной стране тебя считают предателем, только потому что ты хотел сделать что-то хорошее, только потому что ты рассказал правду и надеялся на то, что будет к лучшему. Я думаю, что это нравится. Мне кажется, вот что нет. А я здесь лягусь к лопатным... ... ... ...